Писатели должны находиться все-таки где-то в каком-то некотором, не просто в сообществе духовном, но и в сообществе физическом. Все писатели сейчас понимают, что литература не находится сейчас на первом плане общественной жизни. Мы рады приветствовать вас на официальном открытии шестого форума в поддержку книги и чтения. Мы рады видеть вас сегодня за нашим небольшим кругом столом. Мы решили сделать эту встречу такой не очень официальной, не делать настоящий другой стол с докладами, с такими-то отчетами. Давайте просто поговорим сегодня о литературе, о Камчатской и не только. Сегодня у нас гости Геннадий Викторович Иванов и Николай Иванович Дорошенко. Я надеюсь, что все здесь знают, кто эти люди. Первый секретарь правления Союза писателей России и секретарь правления Союза писателей России. Поэт, прозаик, люди, которые побывали во многих местах, уже узнали, как литература развивается в других регионах и могут поделиться опытом. Мы можем задать вопросы, мы можем рассказать о том, что происходит у нас. Вчера у нас была встреча таким узким кругом в Союзе писателей. Может быть, свои впечатления наши гости расскажут. Ну и если возникают какие-то вопросы, задавайте. Если есть что сказать, говорите. Вот, наверное, так. С нами также сегодня из официальных гостей Александр Александрович Смышняев, председатель регионального отделения Союза писателей России на Камчатке. Ну и я, ведущая. Я наделилась, но... Прошу любить и жаловать. Ну, думаю, что первым словом я предоставлю Геннадий Викторович, наверное, вам скажите. Друзья, ну, прежде всего, я увидел маленький кусочек Камчатки, которое, ну, конечно, поразило, поразило своей поэтичностью, прежде всего. Вы знаете, так как я пишу стихи, поэтому, если я в этом мире в Упцову помню, здесь такая строчка о поэзии. Теперь она, как в дыбке островка. То есть поэзии в мире осталось очень мало. Осталось очень мало. Мало поэзий. И ее надо как-то улавливать, так сказать, вот в этих вот островках, которые рассеяны по миру. Вот. И, ну, знаете, прилетели мы вчера. Вот говорят, в прошлом году приезжали два писателя, и они, так сказать, не увидели ни одной сутки, ни одного вулкана в позаброшлом году, да? Вот. И чтобы все было закрыто. У нас сразу же мы сошли с трапа самолета и увидели и сутки, и вулканы. Поехали, так сказать, сфотографировались и там, и там, так сказать. Ну, как вообще, как молодые, так сказать, да. И даже искупались вчера в каком-то источнике, так сказать, там и все такое прочее. Друзья, здесь все очень красиво у вас, очень красиво. Вот я говорю, Есенин, если бы молодежи это сказал, но перед молодыми выступали, вот они там в будущем как журналисты, могут быть поэты и писатели, вот что самое главное. Вот разговор, наверное, тоже был в большинстве на мастерстве, но кое-что мы им сказали. Но самое главное, я действительно вот повторяю это всегда молодежи. Друзья, прежде всего надо любить свою родину. И очень хорошо ее знать. Я говорю, читайте Есенинникова, читайте писателей. Потому что, потому что, говорю, действительно правильно говорил поэтам молодым, ищите родину, иначе все собаки под хвост. То есть, если человек действительно не знает свою родину, а все время у него в башке мечта, вот куда-то туда, куда-то туда, так сказать, как у трех сестер, которые в Москву, в Москву, так сказать, в Москву, вот надо знать, надо твердо стоять. Вот, в смысле, знание на своей почве. И тогда, конечно, этот человек, этот человек, ну, по крайней мере, если у него есть талант, это ему поможет, а по крайней мере, как гражданин он будет достойным человеком. Вот это, мне кажется, самое главное. А у вас такая красивая земля. Я просто делаю в тем, что я знаю немножко, что происходит в творческом плане вот в таких местах, как у вас. Я несколько лет жил в Лугманской области, на берегу Белого моря, и, в общем, хорошо знаком со всеми этими, когда в окно смотришь, так сказать, я жил на Беломорской улице, а в окно смотришь, волны идут, корабли приходят, так сказать, вот, все это, так сказать, туманы наплывают, так сказать, с моря, моржи, там, так сказать, поднимаются, посопят носом, опять ныряют и все прочее. Вот, это особый мир. Просто, вы знаете, это завораживает. И здесь должны рождаться палаты, и они здесь рождались. У вашей писательской организации очень славное, замечательное прошлое. Вот, здесь достойные имена были. Я имел отношение некоторое издание, у некоторых писателей, но, правда, больше национальных, как бы, не русских. Я работал в издательстве в современе, значит, в конце 70-х, в начале 80-х годов. Вот, и вот, например, «Каянта», там, мы издавали, так сказать, в некоторых других национальных, как «Леменских». Я был редактором, выходил 12-ти томник такой, «Литература малых народов севера и дальнего востока». Крайне в севере и дальнего востока. Там были и «Тельмены», там были и, значит, «Тередли», там были и «Корякский», так сказать, «Литератор» и все такое прочее. Поэтому мне все это более-менее близко, я знаю все это. Вот. Ну, я должен сказать, что вот эту вот литературу Камчатки, вот это разноцветие такое, что ли, национальное, оно, конечно, обогащает, мне кажется. Мне кажется, это обогащает, и в этом смысле вы богаты, конечно. Вот. И вам есть о чем говорить, вам есть кого переводить, вам есть чем заниматься. Вот. Ну, мне сказали так, что вы скажите, как немножко в других регионах проводится, там что-то такое в этом смысле. Ну, я скажу, дорогие друзья, что в некоторых, вот государство бросило национальную литературу полностью. Полностью. И я думаю, что не случайно, что совсем вот недавно на днях, например, так сказать, один удмуртский, так сказать, ученый вышел в одиночный пикет и сжег себя перед зданием местного удмуртского парламента. А почему он сжег себя набегу, так сказать? Потому что государство сейчас уже оно очень давно, лет в 30 не обращает внимания на национальные, так сказать, литературы, хотя вот мы, как Союз писателей России, писали убедительные письма, что надо заниматься, не надо все рублем считать, так сказать, или долларом. Они считают, что они ну, невыгодно сейчас создавать и вообще-то все убыточно. Убыточно переводная литература с языков народов России. Да, убыточно. Но англичане до сих пор издают убыточную литературу со своих бывших колоний. И они этого не стесняются, потому что они хотят, чтобы оно находилось в зоне их культурного притяжения. Они это делают. А у нас посчитали, так сказать, что это не привыкно. Умерла поэтому школа перевода, вот того советского перевода, который был, были переводчики, которые делали, так сказать, имя Камзатову, Фазуалиевой, Дебиту Кугультинову, Мустаю Каримову и многим таким известным писателям, так сказать. А в голову ко всему сейчас добавили то, что национальные языки сделали национальные языки и вот малых народов сделали факультативами. А что такое факультатив? Да я думаю, родители, а зачем я буду ребенка проводить и так много задают. А потом еще сделали два иностранных языка надо учить, так сказать. Вот, нету шкурсин, так сказать. И потихонечку начинают вымирать. Вот этого, это, я считаю, огромная ошибка. Или нету понимания, или это вредительство, или это ну-су-су-су-су-су-у. Вот. Поэтому я считаю, вот как другие подходят. Например, вот Дагестан взять, понимаете, вот у них там много языков, так сказать, много всего, там, Табасаранский, Амбарский, Таргинский, так сказать, Табумыкский, Весгейский, ничего только нет. Вот. Значит, они как? Значит, рядом с Дагестаном находится Астраханская область. Мы подсказали им, что, ребята, давайте в Астрахани, мы сделаем центр перевода. Центр перевода. И мы нашли таких энтузиастов, которые ставят дагестанских поэтов переводить на русский язык. Вот. Но дагестанцы, они еще какие-то странные такие, и хорошие в этом смысле люди, они каким-то образом умеют находить деньги и когда все-таки как-то финансово все-таки что-то давать русским переводчикам. Они что-то немножечко им платят. Потому что не у всех это есть, а на местах они как-то находят такую возможность. Вот. Потому что мы считаем, что это ни в коем случае нельзя терять, нельзя терять вот эти эмоциональные отношения. Их надо просто обязательно поддерживать. Даже как я думаю, что этот центр заработал, примерно в год выходят 5-6 книг северокавказских поэтов, в основном поэтов. Потому что перевести Ромара это все-таки за копейки, так сказать, или вообще бесплатно. Вообще никто не будет никогда переводить. Вот. Но поэтов переводят, например, переводят в балканских, так сказать, кабардинских поэтов. Мы нашли таких переводчиков. Они уже работают. Это уже вошло. Недавно провели в Махачкале большой выездной секретаре, посвященный этой теме. Переходя к вам, я скажу, что, наверное, вот, наверное, и вам тоже надо что-то подумать, как бы сделать, чтобы поддержать вот эти малые народы, поддержать, перевести, публиковать переводы. Это что-то надо в этом смысле, мне кажется, делать. Это я просто делюсь некоторой такой вот информацией, которая может помочь в жизни Союза писателей, и вообще как в некоторой культурной жизни Камчатского края. это мне кажется важным, вот, потому что, ну, я уже все сказал, почему что, потому что, вот, безусловно. Следующий момент, чем я могу поделиться из опыта других регионов. Но из опыта других регионов могу поделиться тем, что писатели должны находиться все-таки где-то в каком-то некотором не просто сообществе духовном, но и в сообществе дух физически. Писатели должны иметь возможность где-то собраться, где-то обсудить какие-то проблемы. Вообще, как, ну, многие считают, что писатель становится писателем именно в творческой среде и в среде писателей. Действительно, рост писателей идет особенно молодого. Молодые приходят, служат, о чем говорят писатели, опытные и все прочее. Таким образом, они как-то в гостре опыт получается и все прочее. Вообще, надо думать о молодой смене. О молодой смене думать надо. Ну, вот, Союз писателей сейчас проводил год, пять, шесть совещаний молодых писателей в разных регионах. Вот. Ну, до Камчатки, конечно, как-то мы еще не дошли в этом смысле, но тоже надо как-то думать о молодых, которых надо поддерживать и надо придумать форму этой поддержки. надо писателям, конечно, мы на радио сегодня с Николаем Ивановичем выступали, значит, тоже сказали, что у писателей нету своих крыш, у писателей нет своих скетов, так сказать, надо ли это как-то, потому что в этом, конечно, есть некоторые, в общем-то, издевательства, когда подходишь до писателя, написано, хочешь сфотографировать, так сказать, фотографируешь, но до писателя и со мной, а писатели, так сказать, как бы, в таком, Как бы понимание, что это дом именно писателя и профессиональный, в котором нет. Но, с другой стороны, мы разговаривали сейчас вместе с министром культуры, может быть, что-то как-то извинится, мы надеемся. Вот, что-то такое. Потому что у нас очень по-разному все. Вы знаете, есть у нас писательские организации в регионах, которые имеют просто роскошные особняки. И самое интересное, что они их отстояли в годы борьбы, когда, так сказать, олигархи хотели захватить все особняки в центрах областных городов и в столице национальных республик. Они хотели всех выжить, но где-то удалось, а где-то не удалось. И, в общем, были письма, была борьба, а просто все на свете. И все-таки есть. Мне кажется, что это важно, чтобы писатель, пусть небольшой, но что-то было свое. В каким-то творческом плане, ну и что я хочу пожелать писателю Камчатнику. Например, я очень рад, что выходит ежемесячная газета «Новая книга». Это замечательно, мне кажется. Может быть, стоит заморкнуться на «Альманах». Потому что в основном все-таки писатель должен публиковаться. А «Альманахи», конечно, этому способствуют. Журнал, конечно, который бы выходил, это трудновато, конечно. Трудновато ежемесячно, особенно трудно. Но хотя бы четыре раза. Во многих регионах «Альманахи» выходят четыре раза в год, допустим. Ну, есть регионы, где выходит один раз в год «Альманаха». И самые существенные произведения раз в год они публикуют. Вот мне кажется, тоже вот это вот надо поддержать, потому что такое начинание. Вот. Ну, говорить нужно много. Вы знаете о том, что происходит в России, в писательской России. Но вот общими словами я скажу так, что в принципе все писатели сейчас понимают, что литература не находится сейчас на первом плане общественной жизни. Это она в свое время. И все понимали, что Россия литература – центричная страна. И литература здесь была, есть и будет на первом месте. Сейчас, к сожалению, мы видим, что на первом месте политика, журналистика, экономика и многим. И просто процесс выживания людей во многих регионах выживает. Люди просто и, в общем-то, не до литературы. Но, тем не менее, мне кажется, что все равно наша задача – вот этот вот литературный, что ли, огонь поддерживать. Поддерживать, так сказать, очаг вот этот нам литературный. Потому что все равно надо верить и надеяться. Сейчас уже никто не говорит одно время, когда я, помню, учил в своем литературном институте, и был такой разговор. А вот когда будет новый пуш? А может, он уже родился? А может, он родился, и мы просто не знаем, и все прочие надежды. Это, конечно, какие-то такие вот такие очень непрофессиональные, что ли, надежды. Не наше дело, так сказать, думать, когда нам Бог Пушкин подарит России, так сказать, когда появится что-то. Но что-то делать для того, чтобы в России литература жила, чтобы читатель находил, пусть их мало читателей, не так много, как было тогда, когда журналы выходили миллионными тиражами, а не было такое, что толстые журналы выходили миллионными тиражами. Сейчас они выходят тиражами от трех до семи тысяч. Все толстые журналы выходят тиражами от трех до семи тысяч экземпляров. Но все равно задача стоит такая, увидел молодого писателя, поддержи его, увидел молодой талант, поддержи его. И надеемся, что это будет как-то способствовать судьбе русской литературы. А русская литература все равно, несмотря ни на что, сейчас, конечно, церковь, церковь для многих заняла духовных, для духовных людей, которые раньше находили, так сказать, Валентина Распутина, дамы Льва Старкива и Василия Белова, они на читательских конференциях задавали такие вопросы, на которые должен отвечать священник или богослов. И, конечно, например, Василий Иванович Белов всегда руками разводил, ну я же, я же говорю, не священник. Но, тем не менее, ему приходилось отвечать. И, может быть, благодаря даже этому воцерковился и Василий Иванович Белов, и Распутин. Ну, оставших, по-моему, не очень, но, тем не менее, все равно. Вот. Так вот, я думаю, что наша задача, друзья, не заканчивая свое такое пространное выступление, наша задача способствовать вот тому, чтобы литература русская, но сейчас трудно говорить о процветании, но надо говорить о том, чтобы русская литература, значит, находила в наших, в наших сердцах поддержку, в наших трудах продолжение свое, так сказать, вдохновение, понимаете, чтобы там приходило, и мы работали, и творили, и думали, и мечтали. И я думаю, что в нашем государстве сейчас остается какой-то процент, процент, ну, не скажу, что лучших людей России, но очень необходимых России людей, которые читают книги, которые покупают поэтические сборники, которые этим интересуются. Эти люди в первую очередь нас поддерживают и поддерживают, но я думаю, что этот круг будет расширяться тогда, все, все современные люди очень сильно обожгутся на том, что называется гаджеты и цифровизация. А я думаю, что со временем это произойдет. И вот этот прогресс, на который слишком уповает наше правительство и все остальные, я думаю, что этот прогресс, в конце концов, так сказать, будет немного отодвинут в сторону, потому что по сути, по сути, в духовном смысле, это не прогресс. Это не прогресс, это, в общем, это довольно часто помогает только мошенникам. Вот, ну, в бытовом таком, что ли, смысле, да. А в государственном смысле, я думаю, что надо думать о том, чтобы как можно больше людей появлялось одухотворенных, которые образованы, очень глубоко культурные. Вот, и это, я думаю, будет способствовать нашей литературе. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok